Тема моего сегодняшнего вебинара – новинки от Ялинк. Я вам сегодня расскажу о новинке этого года в телефоне Ялинк SIP-T40P. Расскажу о новом Wi-Fi, дангли Wi-Fi модуле Ялинк WF40. И сегодня мы с вами поговорим еще раз о новом видеотелефоне Ялинк SIP-VP-T49G. Ну вот условно сегодняшний вебинар разделен на три блока. Вы можете задавать вопросы в процессе моего рассказа. И в конце каждого блока я постараюсь подробно на все ваши вопросы ответить. Ну, я думаю, это будет удобно для всех. Итак, телефон T40P. На слайде вы можете видеть его внешний вид, такая общая фотография. Хочу вас заверить, что вживую он смотрится еще лучше, еще красивее. Телефон мы уже успели потрогать, он у нас появился в продаже, доступен для заказов. Телефон, собственно, с 40-й линейки и в дизайне 40-й линейки, как вы можете видеть. Телефон на сегодняшний день является самой младшей моделью линейки T4. Самым топовым телефоном этой линейки является телефон SIP-VP-T49G. Собственно, на слайде можете посмотреть всю нашу линейку. Ну, как нам кажется, телефон отлично эту линейку дополнил. На этом слайде я старался показать такие ключевые моменты, ключевые характеристики этого телефона. Хотел бы отметить, наверное, что телефон по характеристикам очень схож со своим, скажем так, братом. Это телефон T21PE2. Новый телефон T40P имеет также три SIP-аккаунта. Телефон имеет достаточно большой информативный, с подсветкой, графический экран. У телефона, как вы видите, есть возможность подписи клавиш линий. Телефон получил кнопки линии с двухцветной индикацией, зеленой-красной. И, соответственно, одну линию можно использовать как SIP-линию, а две клавиши другие запрограммировать, например, в режим BLF. Также хочу отметить, что вся линейка T4 имеет возможность подключения модуля EHS-36. Дангла для подключения беспроводных гарнитур, таких как Pantronics, Jabra. В общем, список этот достаточно большой. Можете на нашем сайте посмотреть. Очень много чего протестировано, и очень много чего действительно работает и действительно помогает решать достаточно большое количество ваших задач. Очень часто спрашивают про крепление к стене. Хотел бы отметить, что телефон к стене крепить можно, но этого кронштейна, с помощью которого происходит крепеж, в комплекте поставки нет. Его можно заказать отдельно. И также еще хотел отметить, что совсем недавно вышла новая версия программного обеспечения. Это новое поколение V80, это телефоны T40 и T49G уже идут... У них на борту уже эта версия прошивок. Для других телефонов, это 27-й телефон наш, T29G, вы можете скачать либо непосредственно из карточки этого телефона с нашего сайта и установить ее, посмотреть много всяких приятных изменений. Итак, здесь я хотел сравнить телефон, ну, наверное, с ближайшими аналогами Ялинка. Это телефоны из четвертой линейки T41P и T42G. И с телефонов из второй линейки, в принципе, по функционалу, и с сороковой телефоны T21P и E2, ну, в чем-то очень похоже. Ну, вот основные различия на слайде я постарался представить. То есть в сороковом телефоне, как я уже говорил, поддерживает максимум до трех SIP-аккаунтов. И, соответственно, три кнопки линии. Вот в 21-м их, например, всего два SIP-аккаунта. Как я уже сказал, у нас не так давно вышла новая прошивка, новое поколение 80-е. И теперь очень важно, телефоны наши T41P и T42G, у них появились новые функции. Во-первых, у них увеличилось количество SIP-аккаунтов до 6 и до 12 в T42G, соответственно. Еще один очень важный момент. Теперь телефоны T41P и T42G, на них можно запрограммировать до 15 значений BLF на трех страницах экрана. Раньше этого сделать было нельзя. Ну, соответственно, в T40P можно запрограммировать максимум три значения. Что тут еще интересного? Про блок питания хочется сказать о том, что он не идет в комплекте к телефонам четвертой линейки. Ну, может быть, скорее потому, что все телефоны поддерживают технологию POE, Power Over Ethernet. И если вам необходим блок питания, то его можно заказать отдельно. Во второй же линейке все блоки питания уже идут в комплекте. Вот как, например, в телефоне T21PE2. Ну, и здесь я привел цены. Новый телефон в розницу стоит 140 с половиной долларов. Ну, из четвертой линейки это получается... Ну, наверное, самый... Ну, не сказать, что прям бюджетный. Но это младшая модель, и цена у него самой низкой из всей четвертой линейки. Хочу также обратить внимание, что сейчас у нас проходит акция на многие телефоны. Это больше топовые телефоны, в том числе на T42G снижена цена. Сейчас он стоит 163 доллара. Они есть у нас на складе. Заказывайте. Все доступно. Ну, наверное, про 40-й телефон все. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. Давайте что-нибудь обсудим. Коллеги, давайте... Я тогда сделаю буквально 20-секундную паузу. Если у кого-то, может быть, есть вопросы, печатают, давайте готов ответить. Еще важное такое отличие 41-го телефона от 42-го. Если у кого-то раньше, наверное, основным отличием был наличие гигабитных портов 1 и LAN, то сегодня после получения новой версии прошивки... Вот я сейчас вернусь на слайд назад. Еще одним важным различием между этими телефонами стало количество SIP-аккаунтов. То есть для каких-то более требовательных заказчиков, для решений каких-то более широкого круга задач можно рекомендовать этот телефон с большим количеством SIP-аккаунтов. Итак, если вопросов у кого нет, предлагаю перейти дальше. Дальше к еще одной новинке этого года. Для кого-то достаточно долгожданный. Это модуль Dungle Eolink WF40. В общем, что это такое? Это Wi-Fi адаптер, который предназначен для реализации функции беспроводной сети на SIP-телефонах Eolink. Сейчас он работает только с телефоном Eolink SIP-T48G. Но в планах у вендора, у компании Eolink расширить совместимые телефоны. Мы очень надеемся, что в скором времени этот Dungle будет работать со всеми телефонами, у которых есть USB-порт. На этом слайде я выписал, ну, такие основные характеристики. Ну, на самом деле, особо здесь рассказывать нечего. Уже к Wi-Fi все привыкли. Наверное, стоит отметить, что работает этот Dungle в стандартном диапазоне 2,4 ГГц. Поддерживает достаточно высокую скорость передачи данных. Ну, в общем, стандартный Wi-Fi Dungle. Многие их видели уже, давно не присутствуют на рынке, например, для ноутбуков. Ну, про подключение пару слов. Вот, например, для T48G у него есть USB-порт. Находится он с обратной стороны телефона. Подключается он точно так же, как, например, наш Dungle для поддержки Bluetooth. Это модуль Ялинк БТ-40. В принципе, выглядят они достаточно похоже. И после того, как вы подключили этот Wi-Fi Dungle новый, у вас появляется возможность настроить Wi-Fi на телефоне T48G. Ну, собственно, вот так примерно выглядят эти настройки. Хочу вам сказать, что, ну, например, на моем опыте я более месяца, наверное, тестировал, работал на этом телефоне, на T48G, с подключенным Wi-Fi. Что я для себя отметил? Во-первых, стало меньше проводов. Это действительно круто. И это действительно удобно. Второй момент по качеству. Многие боятся использовать Wi-Fi модулей в телефонах, потому что боятся потерять в качестве. Я бы не сказал, что это так, если правильно настроена Wi-Fi сеть, если правильно выбран канал в диапазоне 2,4 ГГц. В целом у меня замечаний не было. Действительно, это удобно, работает. И даже не замечаешь, что ты сидишь на Wi-Fi, например, а не на обычном проводном интернете. Так, про модуль, наверное, тоже все. У нас появился вопрос от Александра. В чем отличие чипсетов, применяемых в телефонах? Ну, наверное, на слайд недавно будет вернуться. Как вот Александр правильно отметил, новые телефоны – это обновленный 21PE2 и новый телефон T40P – выпускается на новых чипсетах. Это чипсеты, которые позволяют более глубоко обрабатывать голос. То есть это специальные чипсеты для обработки голоса. В целом, в том числе за счет применения новых чипсетов, Ялинку удалось еще выше, еще сильнее увеличить качество передаваемого и принимаемого голоса. То есть звук действительно оптима HD. Вот, наверное, основное различие чипсетов. Александр, я ответил на ваш вопрос? Если еще какие-то более глубокие вопросы будут, пишите, мои коллеги, я думаю, с радостью вам ответят на них. Итак, если по Wi-Fi Данглу вопросов нет, предлагайте дальше. Дальше у нас на повестке дня телефон SIP WPT49G. Не так давно, в декабре 2015 года, мои коллеги уже проводили вебинар по телефону T49G. Они рассказывали о нем, наверное, больше как о телефоне для видеоконференций, то есть как оба эндпойне непосредственно для видео. Сегодня я хотел поговорить бы с вами о том, как позиционировать этот телефон в качестве топового, например, для директоров, для топ-менеджеров, потому что не у всех, может быть, есть потребность постоянно участвовать в видеоконференции, и не все будут его покупать как телефон для видеоконференции. Стоит он относительно дорого, то есть это все-таки топовый телефон, стоит он дороже телефона T48G, который был топовый до появления T49. Вот, ну, сегодня, наверное, поговорим именно о том, как его позиционировать, как его предлагать для топовых, ну, как топовый телефон. Начать я бы, наверное, хотел с новой версии программного обеспечения. В промежуток, в момент последнего вебинара, за декабря прошлого года, Ялинк выпустил новую прошивку для телефона. Как мне кажется, и как по моему опыту общению там с различными вендорами, мне кажется, это достаточно быстро. То есть меньше, чем за месяц вышла новая прошивка. Что хотел бы отметить? Появилась русская виртуальная клавиатура. Действительно, это очень удобно. Это помогает решить кучу задач. Появилась поддержка вариаций широкополосного кодека G722. И очень важный момент. После того, как телефон появился на рынке, я говорю о T49G, поступали, ну, не то чтобы претензии, но мы обратили внимание на такой недочет в поддержке отображаемых контактов из адресной книги мобильного телефона. Ялинку достаточно быстро удалось эту проблему пофиксить, так скажем. И теперь телефон поддерживает синхронизацию до 3000 контактов. В принципе, 3000 – это, можно сказать, можно сказать, что поддерживает все контакты, которые есть у пользователей. Вряд ли у кого-то их наберется, даже там пару тысяч, может быть. На последнем вебинаре мои коллеги рассказывали про 7 ключевых особенностей позиционирования телефона T49G. Сегодня я хотел бы более, может быть, подробно остановиться на четырех из них. Это на удобном интерфейсе, это на дизайн нового телефона. Поговорим с вами о видеоконференциях и о поддержке Wi-Fi и Bluetooth в этом телефоне. Когда мы говорим об удобном интерфейсе, мы имеем в виду действительно удобный юзабельный интерфейс как самого телефона, так и веб-интерфейса. На слайде я сделал скриншот с телефона. Вот так выглядит телефон с минимум настроек, буквально там сразу после включения настроек и основных настроек линий и настроек мобильного, ну, подключения мобильного телефона. Хотел отметить, что новый телефон T49G, в отличие от своего младшего брата, так скажем, 48-го, не поддерживает модули расширения. Ну, вот, наши модули для увеличения, например, BLF-значений. Ну, в принципе, как мне кажется, T49G эти задачи выполняет сам, как мне кажется, в полном объеме. Можно, вот как представлено на слайде, вынести до 29 значений, настроить непосредственно на самом экране телефона. Мой руководитель этим достаточно активно пользуется. Я отметил, что это действительно удобно. В телефоне T49G, как мы уже все привыкли, на опыте пользования смартфона, можно одним движением вывести, вывести панель контроля, доступа к уведомлениям. Это делается так же, как и на мобильном телефоне, вы попадете просто сверху вниз по экрану. И, соответственно, буквально там два клика можете управлять основными настройками, включить-выключить Wi-Fi, включить камеру, посмотреться в камеру, посмотреть о всех ваших там пропущенных вызовах, например. Ну, это действительно удобно, это интуитивно, это занимает минимум времени. Это что касается удобного интерфейса. То есть вот это вот, ну, как мне кажется, очень удобные функции, которые можно демонстрировать, в том числе заказчикам, показывая, что этот телефон можно использовать не только как видеотерминал, но можно использовать как полноценный IP-телефон. Говоря о дизайне, хочется отметить, что Ялинку удалось добиться, как мне кажется, ну, такого уникального, может быть, дизайна, который способен удовлетворить, ну, там, максимальные проценты пользователей. То есть это действительно современный, эргономичный, достаточно красивый дизайн, который впишется в любой, там, самый современный хай-течный офис. Телефон имеет большой, восьмидюймовый емкостный экран, поддерживает мультитач, очень удобный, современный, как мне кажется. Телефон имеет антибликовое стекло, это тоже, как мне кажется, достаточно актуально. При попадании там солнечного света, ну, не приходится там как-то ладошкой закрывать, все действительно видно. Ну, и, соответственно, телефон все-таки у нас поддерживает видео, и имеет возможность передачи и приема Full HD видео, Full HD камера. Говоря о видеоконференции, хочется отметить уникальную, как мне кажется, особенность для нашего телефона. Телефон может на себе собирать трехстороннюю видеоконференцию. Немногие из конкурентов могут этим похвастаться, скажем прямо. Многих, наверное, многие помнят наш телефон 530 иолинк ПП530. Он тоже поддерживал на себе сбор трехсторонней видеоконференции, но в чем основное отличие этой функции у 530 и у 49 телефона? 49 телефон может собирать на себе участников в достаточно высоком качестве видео. Если на 530... Во-первых, 530 телефон имеет более... меньший экран. Там, ну, действительно, качество оставляет желать лучшего. Как... Ну, это по моему мнению. Но, в принципе, качество вполне... вполне стоит денег, которые... В 49-м же телефоне вы можете собрать трехстороннюю конференцию в высоком качестве и более того, вы можете вывести эту конференцию через HDMI-порт, который присутствует на телефоне, на какой-то большой монитор или какой-то дисплей и, соответственно, более четко и более в хорошем качестве видеть своих собеседников. Кроме этого, телефон может собирать себе до пяти участников совмещенной конференции. То есть это может быть там три видео, например, и два аудиоучастника. Чем тоже, ну, немногие конкуренты могут похвастаться. И еще, наверное, стоит отметить удобную смену раскладки благодаря мультитачу. Это действительно делать удобно, быстро, буквально, там, несколько кликов, вы проводите пальцы, там, двумя пальцами, например, уменьшая или увеличивая говорящего сейчас собеседника. Все к этому привыкли использовать на смартфонах, и это есть и в нашем телефоне, в том числе, в телефоне Т49G. Wi-Fi и Bluetooth. Телефон Т49G уже имеет на себе встроенную поддержку как Wi-Fi, так и Bluetooth. Например, в Т48G сейчас доступно, вы можете подключить либо Wi-Fi, либо Bluetooth, соответственно, выбрав либо WF40 модуль, либо модуль BT40. Вот в отличие от 48-го телефона, 49-й уже имеет эти возможности. Важным преимуществом нашего телефона является поддержка двухдиапазонного Wi-Fi и 5 ГГц, и 2,4 ГГц. Как я уже говорил, важный момент в стабильности работы телефона при подключении к Wi-Fi имеет настройка самого Wi-Fi, настройка роутера в том числе, выделение специальной полосы, может быть, специального канала, потому что нужно понимать, что все-таки передача видео требует определенных затрат в плане пропускной способности в качестве канала. При установке стоит все-таки на это обратить какое-то особое внимание, дать там поручение, например, стенному администратору, чтобы он более серьезно отнесся к настройкам Wi-Fi у вас в офисе. В целом телефон T49G ну, как бы резюмируя эту презентацию, можно сказать, что телефон действительно соответствует всем современным требованиям. Телефон действительно позволяет решать множество различных задач. И очень важным и очень большим преимуществом среди конкурентов является поддержка Bluetooth, не только сама поддержка, а как она реализована на этом телефоне. к телефону нашему T49G можно подключить мобильное устройство через Bluetooth. После того, как вы подключили телефон, вы можете принимать входящие вызовы, например, с мобильного телефона непосредственно на нашем телефоне T49G. Кроме этого, вы можете делать исходящие вызовы через вашу мобильную линию. То есть это действительно удобно, вы просто приходите на свое рабочее место, телефон автоматически подключается, ваш мобильный телефон подключается к T49G, у вас синхронизируются контакты. Кстати, о контактах важный момент, в том числе момент по безопасности. синхронизация контактов может происходить, ну, есть, скажем так, два сценария синхронизации, то есть либо синхронизация идет только в момент подключения мобильного телефона к стационарному телефону, то есть вы пришли, телефоны законнектились, T49 синхронизировал всю записанную книжку, вы куда-то ушли, телефоны разъединились и никто не сможет, например, ваше отсутствие посмотреть и как-то узнать контакты, которые хранятся у вас в мобильном телефоне. Либо есть второй вариант, вы можете выгрузить, загрузить, точнее, всю вашу телефонную книгу из мобильного телефона в телефон T49G, что тоже очень удобно. Как я уже говорил, в новой прошивке появилась поддержка русскоязычной клавиатуры виртуальной. Выглядит это так, вот, как на слайде. Клавиатура очень удобная, мои большие пальцы замечательно попадают по всем буквам. Кроме этого, в телефоне реализована очень удобная функция интеллектуального поиска по мобильным контактам. То есть, чтобы найти какого-то нужного вам человека для вызова, вы просто начинаете набирать его имя, и телефон автоматически ищет совпадение по каждой букве вашей всей записной книжки. Ну, здесь я, конечно же, замазал свои контакты, это рабочий скрин. Буквально недавно я проводил некоторые опыты. Здесь, чтобы вы не смущались, просто замазаны номера телефонов. Вот. Ну, в целом, наверное, наверное, все. Мне кажется, важные важные моменты я постарался рассказать. Ну, еще раз резюмирую наш разговор по телефону T49G. Телефон, телефон, ну, не бюджетный, так скажем. Розничная цена телефона 943 доллара, но телефон стоит этих денег. Если правильно этот телефон преподнести, правильно о нем рассказать, показать все его преимущества, все его возможности, всю его современность, то, мне кажется, уже стоимость уходит действительно на второй план, и телефон действительно стоит этих денег. Он действительно очень качественный, очень надежный, очень современный. Наверное, это все. Хотел обратить ваше внимание, что у нас сейчас проходят, как я уже говорил, акции на телефоны 27, 29, G, 42, G, 46, G, 48, G. На них цена снижена, прайс-листы доступны ваших менеджеров. Еще хотел сказать, что новые версии программного обеспечения к последним моделям телефона также доступны на нашем сайте, вы можете их самостоятельно скачать и обновить. Наверное, это все. Задавайте вопросы, если какие-то есть по 49-му телефону, да и вообще в целом по вебинару. в любом случае, если появятся потом какие-то вопросы, на слайде я указал адрес своего e-mail, вы можете их спрашивать, присылать, презентация доступна, вы можете ее скачать к себе, также будет доступна запись этого вебинара, ссылка появится на нашем сайте, можно будет в любое время посмотреть. На этом, наверное, все. Всем спасибо. Задавайте ваши вопросы, пользуйтесь продукцией Ялинк. Всего вам хорошего.